друзья всем привет сегодня буду делать бутерброды по просьбе моей подписчицы тематика весна в общем девочки пожалуйста не обижайтесь на меня что я не запоминаю имена пишут многие и тяжело всех запомнить поэтому уже вот так говорю что по просьбе моей подписчицы там или подписчика я запоминаю что мне нужно сделать а вот кто написал я с трудом запоминаю есть только предварительно не поискать этот комментарий и как бы озвучить имя фамилию человека но я думаю что может быть вам это тоже и не нужно особо чтобы ваше имя звучало я не знаю в общем делаю бутерброды сидела думала долго что и как можно сделать придумать в общем пришло мне на ум несколько вариантов в общем что продукты какие понадобятся смотрите это мой салатик колоситься начал зелень естественно украшение да возьму вот такой салат начал это тот который я садила помните вот и он пошел уже в такую стрелочку удлиняться начал и лепестки вот такие пошли уже более мелкие и нежные как раз он мне сегодня и понадобится еще нужно будет зелень укропа помидор огурец огурец это просто для декора для листьев хочу сделать вот тюльпанчики красные и огурец больше наверное пожалуй подойдет для вот этого тюльпанного длинного листа по цвету он темненький как раз яйца взяла три штучки сколько идет не знаю ну наверное каждого вида буду делать по три штуки по три бутерброда одного второго третьего в общем 4 вида задумал не знаю ладно будем опять же сочинять по ходу дела сыр твердый это я взяла куриная грудка немножко нарезала вот кусочек небольшой и добавил майонез по желанию можно добавить сюда чесночок для чего это хочу сделать гроздь сирени но она же не плоская нам нужно придать объем и вот именно вот этой курицей начиночка такая будет их я как раз и хочу сделать это объем заменить заменить можно это рыбный какой-то консервы также ее измельчить добавить майонез немножко и вот получится на вкус как салат мимоза например да рыбная консерва там будет майонез немножко также можно немножко добавить чесночок чуть-чуть для аромата и чтобы перебить этот рыбный такой сильный запах так еще что майонез вот этот я взяла для смазывания самих бутербродов сверху но не просто майонез а я хочу сюда натереть вот этот твердый сыр добавить и уже получится такая более густая масса для смазывания бутерброда сверху вы же можете взять например тот же мягкий сыр прекрасно тоже подойдет так что еще для подкрашивания сирени я взяла вот несколько капелек пищевого красителя если вас шокирует пищевой краситель возьмите сок свеклы так ну что приступим с чего начнем давайте начнем пожалуй с сирени для этого нам нужно отделить белок от желтка желточек мы положим в отдельную мисочку из него тоже можно что-то придумать вот так вот отделили это пусть пока стоит а из белка я хочу вырезать сначала вырезать а потом уже измельчить остатки для сирени я хочу сделать так в три бутерброда если по два штуки это такие подснежники вырежем даже можно меньше пожалуй понежнее будет вот нужно срезать вот такие вот верхушки вот так также из яиц можно нарезать тех же нарциссов беленьких при желании заморочиться просто на вырезать вот таких вот лепестков вот например да вот таких и выложить по шесть штучек тоже будет очень красиво а серединку можно сделать из той же моркови вот так лепестки вот такие на вырезать может один замутим с нарциссиком так ладно пока я вырезаю мне нужны подснежники подснежники в самый раз у нас за окном сейчас покажу вам на секунду это что-то сегодня у нас буран настоящий смотрите что творится метет света белого не видно где ты весна а у вообще-то конец марта теперь вот из этих беленьких кругляшков вырезаем вот такие вот подснежники вот просто берем делаем вот такой треугольничек и здесь вырезаем получается вот так но и чуть-чуть здесь выравниваем вот так тогда что-то прицепилось а я ей в общем аккуратненько красивенько выравниваем и можно толщину делать не очень толстая вот так в общем все вырезаю вырезала и еще вот по такой штучке это как маленькие бутончики так теперь мне нужно натереть сыр вот сюда в этот в эту мисочку с майонезом сыр твердый взяла теперь перемешиваем сыр еще не весь у меня ушел я так смотрю его уже получается много думаю что как бы густо не было а то будем не намазывать и накладывать да ты маша да я мажу вам нет и накладываешь так вот так тоже можно чесночок добавить по желанию так ну и теперь намазываем бутерброд аккуратненько красивенько чтобы было так и еще нужно мне сюда нарезать укропчик вот эту самую верхнюю часть где меленько-меленько вот на белом же это белое все же сольется правильно я хочу делать эти вот такие засыпки вот этой мелкой зеленью в общем все намажу сейчас потом продолжим так намазала все нарезала зелень укропчика меленько-меленько вот так вот и теперь засыплю я их наверное вот не знаю все или не все но пока вот эти три штуки которые у меня будут с подснежниками я их засыплю вот я что подумал когда уже все вот это сделала я подумала что можно зелень вмешать вот эту в эту же смесь с майонез сыр и вот эту зеленушку но хотя она будет конечно побледнее не так ярко так вот три штучки я засыпаю зеленью пока так ну а теперь просто-напросто берем перышко лука кладем немножко сгибаем у нас подснежники такие смотрят вниз вот эти шляпки да и приклеиваем чуть-чуть их ножки и вот так накладываем подснежник и это также согнули положили вот так и маленькая перышко в середину так вот так это у нас будет вот этот вот бутончик все а здесь можно просто дополнительно выложить вот такими перышками красивенькими так всего подснежники взошли а у нас еще сугробы вот такой получается бутербродик в общем то получается он можно сказать не такой сытный да что тут сыр майонез но и немножко деление это если можете можете вырезать из мяса подснежники кто любит мясо вот так так в общем три штучки делаю вот таком виде вот что получилось зацените так это вот один вид теперь делаем следующий следующий у нас будет тюльпан пусть будет тюльпан я хочу вот у меня два блюда получается значит с белым с красным и там тоже будем ярко и светлым чередовать значит мне нужно 3 тюльпаны ну как тюльпаны делать я показывал в тот раз на когда делала салат с нарциссами и тюльпаны нужно срезать с помидоры боковушки и просто напросто вырезать сам цветок также как подснежник только смотреть он у нас будет вверх тюльпанчик вот так это будет тюльпаны тюльпаны будут красивые так в общем вырезаю долго это все дело положили по перышку лука и укладываем тюльпанчик и теперь вот из огурца хотя можно вот знаете что положить вот попробую я из этого из салатика может быть прокатит вот такое дело или нет как думаете зелень салатика подойдем сюда вот такие нежные листочки да вполне мне кажется если не будет такой зелени можно вырезать такие овальные длинненькие листочки из огурца смотрите вроде неплохо да ну светленький конечно от стебля отличается но тюльпаны тюльпаны подснежники подснежники так теперь делаем следующий следующий а следующий делаем сирень так нам нужно измельчить вот этот вот белочек мелко-мелко порубить просто берем вот так и измельчаем в мелкую мелкую крошку по моему я себе не делал уже дать это на каком-то салате я уже забыл да дело по моему общем мелко-мелко руби измельченные белки высыпала в эту пиалушку с где была красочка и чуть-чуть край вот так вот капнула на небольшое количество сиреневой краски вот видите вкрапления вот эти вот но она какая-то слишком синяя ближе как-то к синему сиреневый и вот потом уже перемешала и получилось такое вот разноцветие так теперь что нужно сделать смешать вот эту курицу с майонезом в тот раз я делала белок и просто отрезала дольку свеклы сырой и поэтому рубленному белку просто вот так повозила и она стала такая нежно-нежно розовая можно сделать так я уже вот решил сделать с краской но получился очень термоядерный вкус ой вкус цвет ну ладно как уже вышло так теперь нам нужно придать объем это конечно лишнего наверно на три грозди вот так делаем такую подобие грозди эти бутерброды конечно уже посытнее да с мясом курицы ну в общем вот так и сверху выложим вот этот крашенный белок это будет у нас сирень по моей задумке видео опять получится длинная сильно не ругайте так значит что выкладываем вот эту вот сирень сверху аккуратненько чтобы по сторонам это все не сыпалось вот так придаем гроздь вид грозди сирени вот что получается теперь нам нужно веточки петрушки вот эту среднюю часть убираем а это вот черенок подсовываем под гроздь а эти листочки расправляем и получается у нас одинокая ветка сирени вот и все и останется нам сделать вот эти два бутера еще у нас остался желточек как вам сирень ну цвет конечно да мощно план свекла сделайте будет нормально так теперь нужно мне желточек так стоять на месте желток измельчаем добавляем сюда чуть-чуть майонезе к их был бы он поярче но я его сейчас сделаю ярким так добавляю майонез и капелюшечку желтой красочки вот смотрите чуть-чуть еще подсолила вот стало все ярко как мне хотелось бы хорошо разминаем сейчас поймете для чего это уже наверное догадались есть у меня такие подписчицы догады так теперь это нужно во что-то смог мешок что ли мешок выложить или пергамент сделать карнетик так сейчас покажу выложим в кондитерский мешок вы можете в обычный полиэтиленовый пакетик и отрезала вот такую довольно таки все таки вот дырдочку отверстие и теперь из этого я хочу отсадить мимозу вот наверное вы поняли уже для этого для веточки мне нужен укропчик у мимозы очень такие нежные резные веточки так сделаем вот так укладываем красиво все и теперь уже просто-напросто ой так рассказываю уверен как будто сто раз это делала сама первый раз делаю такое пришло мне с желтками могут сделать а уж рассказываю ой теперь берем и вот так отсаживаем есть получится в общем надо хорошо измельчить желток такие вот делаем шарики вот так просто делаем шарики мимозные мимозные желтенькие красивенькие даже желток конечно лучше даже вот пробить этим погружным блендером веточку мимозы делаем она такая как метелочка да у нас не такая как сирень такая длинная метелочка вот в общем примерно как то так что то такое мне хотелось изобразить ну и того и сделаю также так мы так как всю зелень почти спрятали под кистью можно еще дополнить немножко вот так чуть может будет получше понежнее укропчик такую нежность дают вот и всего получилось так как получилось как вам наверное кого-то напугает яркая краска но как я уже говорила сделайте с соком свеклы в общем вот такие бутерброды вам весенние на какое-то весеннее застолье ярко нарядненько все с вами была наталья делайте творите вытворяйте пробуйте не резко оборвалась ёмка у меня памяти на телефоне уже не хватает пришлось вот отвлечься и уже я их поменял тут немножко местами пофоткала для обложки видео ну в общем все вот такие бутерброды попробуйте ну конечно без мяса конечно многие в тот раз у меня на зимних бутербродах под видео писали что а где же мясо но тут уже или красота или просто кусочек ветчины и колбасы в общем решайте сами думайте сами делать это или не делать все на этом с вами прощаюсь на сегодня всем пока всего самого доброго вам желаю всего наилучшего с наступающей весной вас все пока а